здравствуйте друзья сегодня вспомнился мне старый анекдот вспомнился он мне после обмена в скайпе с одним из наших зрителей который вступил на скользкий путь тестирования программного обеспечения и искать интересы к эмиграции человек ищет работу сейчас в российской федерации я извиняюсь за тряску тут качество дороги такой значит это город сан-франциско так девятнадцатая авиана если кому интересно итак анекдот такой был что в школе заболел математик и послали учителя физкультуры заменить как-то дать но он приходит и говорит ребята как вот решаем задачу он как дерево у него три ветки на каждой ветке по три яблока спрашивается сколько мне лет ну и там один руку тянет он как ну давай сидоров что скажешь он год 28 правильно расскажи как решал он год но мне 14 говорит мальчик а мать все время говорит вот смотри вырастешь спортсменом станешь полудорог вот и вот этот алгоритм таскать решение задачи я вспомнил сегодня когда мы беседовали с молодым человеком потому что его спросили на интервью попросили подсчитать сколько вагонов нужно московскому метрополитену для операции ну наверно это может быть даже классический вопрос я не знаю никогда не сталкивался не удивлюсь если это там в гугле там написано в разных местах во всяком случае явно люди хотели посмотреть как бы на наличие так сказать и качество логического мышления кандидата вот я я это так понимаю идет о логическом мышлении о способе рассуждений там и так далее он ведь но вот как бы вы подсчитали этот я значит нового давайте как я как человек привыкший решать всякие задачки значит я говорю ну значит сделаем несколько и сам шанс да там примем что примем что проезд в среднем по линии метро от начала в конец 36 минут или 72 минуты в оба конца принимаем что каждый поезд это 8 вагонов мне даже кажется что это близко к истине принимаем что у нас 10 линии метро принимаем что у нас между между вагонами значит три минуты вагоны между поездами три минуты интервал временной там и так далее вопрос сколько нужно значит вагонов ну говорим говорим берем одну ветку одну ветку метрополитена значит если ее за за закруглить да то есть в одну сторону и в другую мы имеем 72 минуты и для того чтобы в цикле 7 72 минут каждые три минуты отправлять состав значит нам нужно 72 поделить на 3 мы видим что нам нужно 24 состава по 8 вагонов правильно по 8 вагонов это 192 вагона ну и меток же было 10 значит умножаем получаем 1920 вагонов и он мне там говорит что молодой человек я ему дал как как я бы решал он говорит вы знаете год но там разошлось там там 3000 там с чем-то этих вагонов я бы ну так может быть и линии не 10 и может быть да и может быть там интервал в час пик меньше чем три минуты в общем при большевиках то она знаете в час пик то шустрее бегала я так просто от балды я я с алгоритмом вышел они не то что с конкретным решением но светлана вот она тут тоже рядом со мной сейчас сидит и и уже смеется значит цвета и когда я начал ей объяснять эту хохмочку и что я значит дал такое решение которое вышло близко количеству вагонов реального метрополитена которая вот он говорит что там где-то прочитал 3600 там или 200 я не стану порядок тот же приближать и значит и света на меня смотрит его торжет вот еще не оценит смеется я свечка смеется это имеет ввиду это сленговая это сильно смеется вот и говорит мне ты вот как тот спортсмен это расскажи как решал в общем такая интересная ситуация вот почувствовали себя 20-летними спортсменами вот а мы с вами друзья проезжаем может вам не очень видно мы проезжаем через такое знаковое место в сан-франциско называется golden gate парк ему много-много лет он был построен когда-то чтобы защитить город от песка который ветер нес вот как раз том направлении в котором мы движемся ветер нес песок на город океан слева это тут недалеко вот ну вот пляжи песчаные тут были вот эти и несло песком а сейчас этот парк он исключительно такой знаменательный тут вообще красиво погулять но там масса всяких садиков японский там какие-то павильоны где выставки проходят тут слет и всевозможные тут очень такое интересное место ну я думаю что мы собственно я такой эту хохмочку хотел рассказать про спортсмена вот поэтому я на этом пока заканчиваю вообще трясет не по-детски даже как-то неудобно света за нашу страну понимаешь люди посмотрели скажет боже какой смысл вообще куда-то уезжать когда такие вот дороги ну зато заплатки стоят ни ямы нет ни ямы нет колесо там не потеряешь это правда это правда все друзья вот смотрите впереди вот если прямо ехать там не видно но если вот туда за холм залезть там уже будут будет видно golden gate bridge мостик счастливо